здравствуйте дорогие друзья и соотечественники ну что пролетела еще одна неделя нашей единственной жизни ну и мы снова как всегда с большим энтузиазмом и чувством очень высокой ответственности продолжаем наши диалоги о культурной политике ну с вами снова сегодня я рядовой доктор колоссовских наук емельяна сергей вот у нас в гостях сегодня значит очень высокий ну и в то же время как оказалось достаточно доступный человек это значит председатель профсоюза работников малого и среднего предпринимательства единения филатов сергей иванович но я вот как бы коротко представлю сергей ивановича может быть сергей иванович человек известный но может все таки не вся страна еще знает поэтому это два с слова скажу краткая такая справка что объективка значит сергей иванович родился во второй половине прошлого века в городе на ниве как евгений родился на брегах вот сергей иванович окончил ленинградский инженерно-строительный институт ну вот получил одно из самых гуманных созидательных профессий строитель вот но значит сергей иванович был с детства очень как бы таким сами темпераментным увлекающимся человеком вот поэтому активно занимался общественной работой ну и собственно и как только вот нашей стране начались перемены в конце 80-х годов ну восемьдесят седьмом году вышел закон о кооперации ну а в настоящее время вот как повторяю еще раз он является председателем значит это самого общероссийского профсоюза единения вот да и сергей иванович также является председателем консорциума две столицы вот такие высокие должности в настоящее время в общем служит отечеству сергей иванович ну давайте нашу встречу наверно начнем вот с какого вопроса вот ну вот как говорится в силу объективных обстоятельств сказать ну в общем то значительная часть но наверное даже больше большая часть вашей жизни прошла все-таки советском союзе но девяносто первом году вот уже больше тридцати лет назад советский союз значит образно говоря приказал долгожить но вот для вас лично это событие было как вы это восприняли это была для вас трагедия очень большая или это было вот счастье что вот наконец-то закончилась вот эта вот вопрос понятен то есть конечно вот я привожу к поколению пятидесятников двадцатого это вот те которые захватили одно второе и сейчас собираются еще войти в эти в третье но конечно ведь если каждый человек рождается имеет свой природный потенциал свои способности какие-то которые в процессе жизненного пути он может реализовать и вот с этой точки зрения даже рождается как я родился в простой рабочей семье конкретно да но фактически мог получить и бесплатное образование и раскрыть свои способности и в конечном итоге стать допустим в свое время там лучшим изобретателем определенного учебного заведения там структуры то есть я мог двигаться у меня была уверена что если я хочу стать вот допустим архитектором и строительным я могу это сделать я могу подать заявление на основе своих способностей реализовать сдать и сделать да дальше если я попал значит по распределению в организацию я там могу расти да и понимать что да если я буду хорошо работать то понятно что у меня будет некое продвижение по этой рабочей лестнице я могу стать там начальником отдела ректором института то есть я мог это все делать у меня было самое главное что в то время что мы считаем было позитивно и что сегодня так сказать у нас утрачено у нас была уверенность в завтрашнем дне мы могли как то планировать свою жизнь как то формировать свой будущий отпуск как то мы могли жить понимать что завтра будет жизнь и завтра нас не уволят завтра наш наш организация не закроется и вот у нас бывает ощущение некой безопасности вот и вспоминая наше детство мы по 5 километров ходили в школу ходили самостоятельно без этих родителей и понимали что школа у нас была не за решеткой она была нормальная школа такая открытая где мы вот сейчас так сказать мы видим несколько и ну и иное да и система вот хотя мы стараемся эту обеспечить систему безопасности камеры везде и так далее но по сути это все не решает той задачи которую решал тогда советский союз он формировал все-таки высококультурного человека как созидательную творческую личность это он решал и он заботился об этом дальше там возникают но вот когда произошел этот слог да и вроде бы открылась свобода и ты можешь сделать все что хочешь и можешь стать предпринимателем вот тогда так сказать я переходил в это стезю предпринимателей из высшей школы где я работал уже 10-10 лет и понимал ощущал те сложности которые были в то время уже нужно было менять но по крайней мере мы могли опираясь на эту базу перейти поэтому мы достаточно много вот утратили исходя из советского союза когда мы перешли мы не совсем мы обрели ну обрели меньше чем мы утратили я бы сказал так даже получив эту свободу как бы вроде бы может делать то что мы хотим но в нашу страну пришла другая идеология пришли другие принципы принципы когда мы не человек человеку брат а человек человеку фактически конкурент если я тебя не опущу или как-то не обману то я и не заработаю в этой ситуации что-то да и вот это сегодня та потеря без общества не восполнимая да которая и сегодня если тогда страна как-то формировала человека лично помогала семье то сегодня страна этим не занимается она не формирует личность поэтому еще не культура на рыночных принципах фактически на этих конкурсах тендерных процедур и сегодня самое главное я думаю что если в то время каждый был у нас человек членом профсоюза тогда он был обязательно да был и он понимал что он защищен у него будет путевочка профсоюзная есть он работает у него будут речки больничные он даже не переживал что это все его кто-то может обмануть с пенсией он даже об этом не думал понятно да однозначно в чем проблема отработал стаж есть получил дальше на заслуженный отдых вот эта стабильность она была рыночная экономика она капиталистического ухода она этого не дает сегодня я живу завтра не живу сегодня у меня компания есть завтра и нет вот эта вся вот эта вся неопределенность она приводит человека к тому а зачем мне создавать семью а зачем мне то чтобы у меня было много детей и даже дальше будет завтра да фактически да и вот то есть человек потерял и и никто не заботится о том каким человек вырастет он должен сам заботиться о себе и мы представим если цветок богоуханный начинает возрастать вот в поле сорняков то вряд ли он вырастет и вряд ли начнет плодоносить ну это как бы уже аксиоматика и тогда получается что очень возникает необходимость защиты прав реализации прав и интересов каждого субъекта каждого человека если в конституции записано что источник власти да и может реализовать народ источник власти да вот тот и тот и тот а каждый человек и если сегодня вот наконец-то человек сам себя это ощутит и вот начнет это делать а в какой структуре он может это делать мы заднем себе вопрос мы говорим что это это структура новых профсоюзов которая рождается сегодня становится вот и она превращается в некий народные профсоюзы которые единение и олицетворяет на этом направлении развития ну хорошо и в общем мы как бы плавно переходим ко второму вопросу пожалуйста давайте собственно поговорим предметно вот о деятельности как бы о работе вот этого самого общероссийского профсоюза работников малого и среднего предпринимательства единения ну вот так вот от пехоты говорили как этот профсоюз вообще работает на каких принципах какие цели задачи проблемы то есть история профсоюза уходит в 89-й год в то время когда появился закон о кооперации и это был негосударственный сектор экономики поэтому профсоюз тогда родился для того чтобы гармонизировать и помогать развиваться именно этому сектору негосударственной экономики и тогда была поставлена задача чтобы и предприниматель был защищен как бы вот кооператор и отношения у него с людьми были гармоничные все и вот этим был заниматься профсоюз но тогда вот тому тем органом власти которые тогда были удалось объяснить что без профессионального союза в этой сфере да и без государственного бюджетирования этой работы этот сектор не не сможет создастся он не родится просто и поэтому было создано вот это объединение профсоюзов единения которое имело государственный бюджет имело свою целевую задачу да имело свою целевую как ВЦСПС ну на тех же принципах не входя в ВЦСПС имело так сказать свой бюджет и действовало то есть в каждом субъекте появились свои структуры появился соцстрах появился все фонды которые нужны и пошла так сказать определенная работа до момента тогда это все приказало долго жить в период так сказать распада Советского Союза на какой-то период это действовало и мы считаем что это было правильно потому что целевая задача это были лучшие годы наверное она обозначена у нас тогда было больше 10 миллионов членов как говорят тех кто участвовал в то время просто я тогда не был в профсоюзе я занимался предпринимательством в то время потому что вот я был с 87 года в этом предпринимательстве разных направлений и действий поэтому я вот предприниматель как говорится когда пришел туда из высшей школы вот так поэтому если мы были в профсоюзах вот они начали тогда и тогда было слово что мы не против предпринимателя а мы за него да и мы как бы если брать армейскую терминологию мы тот замполит который готовит боевой состав к решению конкретной боевой задачи стимулирует мотивирует помогает делать какую-то решать вопросы вот он помогает вот он защищает и одного и другого делай как я говорю ну по факту да делай как я делай как я ну как то вот вот это отличительная особенность и то что мы не отраслевой профсоюз а мы профсоюз как бы по размеру потому что малые предприятия тут и самозанятость тут и ремесленники да тут и они могут быть в разных сферах да это и наука и культура и искусство и допустим бизнес малого и среднего да а крупного не включают то есть Борис Абарович Березовский не смог быть так членом да не смог спасибо вот как бы представители крупного бизнеса значит ну да своего места в общем строительстве да и может быть им это не очень не надо другие задачи стоят да хорошо ну вот развивая эту тему вот хотел еще один вопрос задать тоже как говорится как говорится по жизни от жизни от пехоты ну вот допустим вот работник культуры там заслуженный может быть работник культуры так сказать ну вот написал заявление стал членом профсоюза единения ну вот что собственно какие права права обязанности нет ну права то у него соответственно законам о профсоюзах то есть профсоюз его защищает от увольнения от него зарплата там помогает ему в карьерном росте но он нас просто помогает что еще если действительно предприятие по объективной причине типа закрывается ну понятно что ну у него есть же конкуренция ну изменился рынок да то профсоюз должен помочь этим товарищам или создать нечто новое или куда то трудоустроиться да то есть он берет эту функцию поддержку функцию как бы сопровождение наставничества да вот этих работников и это очень важно да потому что ни один профсоюз сегодня новый скрупный он этим не занимается ты ко мне пришел на работу значит ну и ты мой ушел с работы но ты уже не мой а у нас получается что а ты учащийся с четырнадцати лет когда ты что там можешь делать ты уже мой профсоюзный да ты на пельте ушел ты все равно мой потому что ты стал наставником молодежи и так далее ты все равно мой да если ушел из жизни значит в венок тебе да конечно так и должно быть в последний путь обязательно то есть получать то есть в нашем понимании в нашей идеологии значит человек родился как будущий профессионал он уже через семью свою уже в профсоюзе мы его считаем потенциально да дальше значит он всегда в профсоюзе и уходит из жизни с почетными проводами профсоюза да это вот так ну что же я пожалуй тогда наверное хочу быть охваченным членством ну это вы сейчас очень важно потому что с одной стороны мы вот в 2012 в 2012 году приступили к созданию очень интересной программы когда мы осознали что без этого да вообще не не видится развитие страны и развитие человека то есть программа развития гражданского общества от способностей человека к эффективной экономике да 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 вот это третий пункт потому что он родился уже у него заложено испании есть у него каждый человек рождается гением просто общество делает из него налогоплательщика да 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 а мы должны надо творцом именно так а если на это обратить внимание а технологии позволяет это проявить выявить каким-то образом если человек сам этого хочет идти по этому пути по разному бывает здесь важен элемент добровольности если ты не хочешь научиться мы тебя насильно научить не можем у тебя воля своя ты сам делаешь этот выбор но мы та доброжелательная среда которая может тебе помочь да как все это профсоюз раскрыть и так далее и если мы да вот построим всю нашу экономику от этого процесса от этой формулы то она на каждом предприятии будет работать тот кто предрасположен к этому виду деятельности и у этого работодателя да появится персонал да который талантлив до этого вида деятельности а профсоюз ему здесь помог этот персонал найти выявить вырасти поставить на крыло это очень важно и тогда и тогда получается ну давайте продолжим я полностью согласен но если так то есть получается что профсоюз он нужен человеку да он нужен работодателю он не его противник он его партнер он минимизирует конфликт на предприятии как-то их нивелирует он помогает соблюсти интерес одного и другого он переговорщик например в процессе конфликтных ситуаций не медиатор ну это иностранное слово переговорщик да он такой вот его задача чтобы предприятие работало более того когда к предпринимателю пришли соответствующие органы и если их действия не правомерны а они значит так то 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 он ну да штраф такой-то а штраф-то оказался по сути неправомерным то это штраф не на предпринимателя это штраф на работника и в этой ситуации профсоюз выступает тем народным счетом трудящихся да который говорит товарища давайте проверим насколько это правильно что с нас взяли если правильно не вопрос то сами виноваты сами платят но если это неправильно то будьте любезны да уже так сказать вот не делать того что вы бы собрались сделать и тогда для предпринимателя я важен как профсоюз как его помощник защитник как я его щит да и вот этот вот так сказать как вы сказали медиатор там интересов и так далее то есть это вот для работодателя и вот тот формирователь кадрового резерва который нужен да потому что если мне предприниматель слушай вот у меня нету людей еще там на сайтах значит вот этих рекрутинговых агентств поставляет смотрю ну все не подходит помогите найти да выступили вот этим фильтром который мне некогда я вам бизнес делаю да вот вы отберите мне людей я вам доверяю коллектив их его принимает нужно пройти коллективную там сказать какую-то как такую вот оценочку да мы берем эту функцию и должны брать эту функцию и формировать эффективного дальше выпускается молодой специалист с образовательным учреждением он такой выпущенный с дипломом но никак не привязан к данному предприятию он о нем не знал не слышал пришел и его нужно заново обучать и вот а когда профсоюз идет как бы в партнерстве с образовательным учреждением он уже оттуда принципиально отбирает как-то начинает им давать некий дом знания и как-то уже дает работодателю ну того кого надо дать он его нашел и это он нужен работодателю в общем кадры решают все да в этой ситуации наверное он не ошибался и особенно вот даже в нашей выдачной так сказать экономике которую мы сегодня да они все решают все но в этой ситуации тут важна еще позиция государства если мы вспомним Советский Союз да ну государству нужно быть человеком нужна была семья ячейка общества конкретно формирующего конкретного советского гражданина который вот на тех идеологических принципах он вырос растет и он патриот да этой страны потому что она ему дала это дала это дала это и тогда не возникает ответственности да так вот сегодня если мы хотим чтобы наши люди не вымерли как класс да фактически в таких семьях где так сказать детей и у нас чтобы ведь сегодня получается ситуация что молодежи мало пенсионеров много да значит не будет и больше да и эта ситуация тупиковая мы должны побудить значит мы тогда в этой ситуации должны для государства сформировать как профсоюз еще и гражданина в этом вопросе да не только для работодателя эффективного работника и тогда возникает уже в государстве некая необходимость вспомнить опыт Советского Союза да там же была задача профсоюзов соотно-курортное здоровье образ жизни здоровый и верните пожалуйста те полномочия хотя бы в малом и среднем предпринимательстве как наиболее ущербно и наиболее сложно ну реализуемо в этом процессе да для этой цели чтобы получилась целевая задача на многодетность на трезвое здоровое образ жизни на плановое проектное развитие предпринимательства на развитие местной промышленности местных производств чтобы все это место как бы стало производить то что может производить фактически но сегодня не производят потому что нет условий да вот это уже наш диалог с государством который мы ведем и намерены это осуществить то есть и и и и и и и у нас в гостях сегодня присутствует значит председатель общероссийского профсоюза единения Пилатов Сергей Иванович Ветеран Ветеран борьбы за светлое будущее я бы даже не сказал не сказал слово борьбы вот нет это не борьба это созидание мы не боремся мы строим то есть как бы то есть мы боремся не против а за да мы вообще не боремся мы делаем наша задача вот вот наша задача сегодня вот тех пятидесятников двадцатого это а спроектировать да и б начать строить то безопасное и благополучное будущее для всех потому что если мы предприниматели то мы предпринимаем наша предпринимательская задача и никто за нас эту задачу не видит мы знаем и то знаем сегодня и можем спроектировать будущее ну Сергей Иванович у вас вообще много как бы созидателей строителей оппозиционеров так сказать было ну есть так сказать но к сожалению как бы по совокупности обстоятельств так сказать да ну многие из них вот некоторые из них так сказать находятся уже в местах не столь отдаленных кого-то признали иностранным агентом так сказать да вот ну а вот ваш профсоюз пока у него дело в том что у нас вообще проблем не возникает ну у нас нет ну нет я сказал значит смотрите здесь зависит от того от того помысла который мы закладываем если мы закладываем помысел помочь нашему президенту в реализации того что он сам говорит да он сказал не я это сказал он сказал я говорю я просто смогу помочь это сделать я беру это добровольно и делаю да если то же самое то же самое общество да когда мы выступаем консолидаторами это общество на созидание будут на решение целевых задач его развития чего здесь плохого другое дело что может быть мы мешаем той идеологии западного мира например как то ну это третий вопрос уже мы то живем на этой стране это же наша родина да значит мы должны ее и создавать и если придет и в свое время президент поймет что нужно даже в рыночных условиях нужно и на народ опираться и сделать так чтобы он был производительным и созидательным чего-то а не просто потребителем тех благ и как бы вот и чтобы вот тратил те деньги которые даются на его развитие то он должен сам что-то делать в этой ситуации да а не только быть услугой какой-то вот для чего-то этим сборщиком ну поставщиком как бы неких налогов да так что это вот все такая непростая ситуация но мы за созидание мы не против мы тоже за созидание и здесь культура между прочим это фундамент этого процесса потому что если мы формируем культурную личность а культура то производит то что то что из нас вышло из людей сегодня да когда-то двести лет назад вышло одно тысячи лет назад вышло другое мы на этом фундаменте живем мы как раз приумножаем данный фундамент это очень важно очень важно да я тут недавно смотрел интервью Александра Сапорова Владимира Позня ну вот они так же ну не совсем так но что-то похоже на то что мы сегодня делаем и вот этот Александр Сапоров высказал такую мысль она мне понравилась он говорит сейчас союзниками России являются не армия и флот а культура потому что армию и флот можно разрушить уничтожить а культуру уничтожить намного сложнее так сказать ну я бы даже сказал народная культура да народная культура Год сейчас объявлен годом народной культуры так что вот понятно так что культура наша главная союзница безусловно ну не только тут культура образование русский язык тут все тут много вопросов которые формируют личность и она даже при нас именно в созидании в трубе а не в какой-то биржевой финансовой активности да 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 не в брокерской вот за да 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 вот и можно я инициативу можно можно проявление там я сейчас спрашиваю тут сейчас я как бы проявление вот что сегодня очень важно да особенно в нашей сфере малого и среднего предпринимательства то есть самая большая проблема для предпринимателя он не знает куда он потом это все продаст то что он производит сегодня и начать мне новое производство чего-то да я кредиты в банке взять могу и проценты мне льготные дают да и все можно но кому продам непонятно а вот этот сектор экономики он фактически может быть производителем того что нужно территории допустим есть вот Петербург условно говоря да и он что-то приобретает фактически для себя для своих нужд это нужд государства муниципального сектора он что-то приобретает для группы бизнеса что-то приобретает если мы на это посмотрим да и определим а можем ли мы это произвести здесь на базе предприятий да И можем ли мы это не на конкурсной основе, можем ли мы вырастить своего производителя этого нормальной соревновательной основе. И тогда возникает проектно-плановый подход к развитию вот этого производственного сектора, да, у нас у малого и среднего предпринимателя. Тогда и ремесники получают свой заказ, и самозанятые, и, значит, вот малый бизнес, но профсоюз выступает с диким координатором. Он представляет интересы перед вас, формируется общественное и государственное партнерство, да, вам нужно это, мы это сделаем, не вопрос. Тогда нам нужен вот этот заказ, этот договор, и он должен быть, так сказать, таким, ну, как бы, долгосрочным. Мы могли понимать, что нам есть вызов купить данный установ. Вот это очень важно, это совершенно изменяет, потому что нам сегодня говорят, вы сначала сделайте, а потом мы посмотрим, а купим мы у вас это или нет. А я, как говорят, нафига я буду это делать тогда, если, если, это же мой риск, это же мой риск конкретно, да, моя ответственность перед банком. Зачем я буду брать, если вам нужно, вы скажите, я как профессионал говорю, я могу это сделать, да, и вот у меня такие параметры. Вы говорите, вот эти параметры можешь сделать, у меня вопрос, тогда вот это будет стоить, сколько вы с вами договорились, договор заключили, и вы мне там заказали параметры, я ее сделал, вот тогда у меня есть понимание, что я нужен на этой территории со своими способностями и потенциалами. И мое предприятие, малое, с этими станочками оборудования, оно для вас надо. Ну, какая-то логика в этом есть. Да, она абсолютно правильная, потому что если я никому не нужен, то зачем я буду это производить, да? Не буду я этого делать. Ну, можно иногда, наверное, что-то сделать, так сказать. Ну, если я уверен, что... Для, так сказать, для того, чтобы возникло чувство глубокого внутреннего удовлетворения, так сказать. Нет, ну, если я буду... Ну, если что, я за этим буду кредитный ресурс, что ли, завязать? Кредит, брать, чтобы мне потренироваться-то, я как-то на своих, так сказать, ресурсах... Как-то еде с себя. Во-первых, я не начал ущемлять, нужно что-то для себя делать. Как говорится, хобби-то мой. Это же не хобби, это же дело. И вот эта самая главная проблема для развития этого сектора рекордов. Государство не видит здесь, что это надо. Говорит, что мы будем поддерживать, развивать, берите. Но дайте целевой заказ, а что производить-то? Тогда мы соберемся, с нашими коллегами обсудим и скажем, мы готовы. И правосоюз здесь является гарантом. А, чтобы деньги не ушли ни на целевые цели, а чтобы это было произведено по тем параметрам, которые нужны. Потому что это же правосоюз, профессионалы. То есть ты на заводе токарь, я начальник цеха, мы все в профсоюзе. Мы делаем одно дело по этому договору. Это очень важная тема. Потому что когда сегодня я делаю договор с юридическим лицом, как предпринимателем, у него есть хороший послужной список, он делал. И я с ним ему контракт на закупку дал. Но у него может быть не быть сегодня же этих специалистов. А я не могу в него влезть внутрь. А через профсоюз я могу спросить, а есть ли у вас эти токаря, которые это делают, или эти специалисты, ой, уже уволились. Тогда о каком контракте можно говорить, если нет потенциала ни станка, ни человека, ни того сего. Правильно? Это фирма надежная. И это стандарь за дни айтишники. Да, вот это же неправильно. Да, это неправильно. Да, я с вами согласен. Ну, давайте, наверное, все-таки, может быть, перейдем плавно к следующему. Давайте, пожалуйста, к вашему вопросу. В следующем пункте нашей повестки дня, который может состоять, как мне кажется, в следующем. Вот в чем. Вот вы являетесь также председателем консорциума «Две столицы». Вот. Этот консорциум существует с 2012 года. Ну, правда. Две столицы. Ну, имеется в виду, понятно, что. Москва и Санкт-Петербург. Вот. Это Москва женится. Санкт-Петербург выходит замуж. Что сказать? Ну, две столицы. Ну, вопрос в чем? Так вот, ну, вот, все-таки, вот об этом консорциуме, что-нибудь, может быть, два с половиной слова. Да здесь все очень просто. Вот, что там? Программа... Я, наверное, погуглил немножко, посмотрел, там больше ста участников, так сказать. Ну, смотрите, здесь... В том числе и профсоюз Единей, и союз работников культуры. Да, да, конечно, есть люди, так сказать, были у истоков. Но на чем вот мы, вот, когда я говорил, что мы эту программу начали разрабатывать, способность к эффективной экономике, сначала это же возникло как идея. А можем ли мы это сделать, да? Для того, чтобы нам понять, а можем ли мы это сделать, а нужно ли за это браться, мы пришли с этой идеей к разным структурам, да? Например, учебные заведения, университет культуры, допустим, там, союз работников культуры, там, еще какие-то, мы пришли и спросили, вот, если по этому принципу, вы согласны в этом участвовать по мере своего профиля, да? Интересная тема. Если, в общем, вектор в эту сторону повернем, да, то будет хорошо. Тогда давайте, как мы можем объединиться, да? Мы объединились, давайте объедимся с вами для реализации данной идеи, вот, формирования этой программы на основе консерциального договора. Когда мы а. сохраняем свободу, б. принимаемся в понятиях и в направлении деятельности, и да. И вот в этой ситуации мы связались и с предприятиями внутри страны, а это было, в основном, Питер и Москва, да, вот, с нашими соотечественными за рубежом, а их не интересует эта формула и, может ли они в этом участвуют, получили условное «да», да, и начали уже, так сказать, взаимодействовать со школами, с университетами, выявлять эти программы выявления способностей, проводить, так сказать, различные форумы, конференции на эту тему, и пошла какая-то вот такая движуха, да, она шла сначала Москва и Питер, но мы видим эту динамику, допустим, что это не только две столицы Москва и Петербург, это Петербург, как, допустим, культурная столица, и любая другая столица, так сказать, любого другого государства, потому что у нас могут быть интересные связи с профсоюзами, те страны и так далее. И вот почему профсоюзы? Потому что тогда встал вопрос, а кто же будет исполнительным органом этого всего дела? В конце концов, это уже еврейское лицо, и тогда пал вот взгляд на этот профсоюз старейший, вот, значит, современное единение, да, он оказался, да, вот он оказался исполнительным органом, и вот в то время пришлось, вот, с 2014 года мне этот профсоюз пришлось возглавить, он тогда был международный, только Питер и область, а теперь он стал общероссийским. Ну и хорошо. Вот так. Поэтому консорством меняют юридические лица, а профсоюз – людей. Вот они взаимодействуют, решая эту задачу. Развитие гражданского общества, вот, на этом принципе, и формирование вообще в стране. Вот думайте, значит, многоуровневой, комплексной системы просвещения, воспитания, образования и эффективной занятости человека впоследствии, да, вот это должно быть все в комплексе. Мы же понимаем, что нам надо, кто у нас есть, как он может вырасти. Это все вот, это как бы прообраз будущего, так сказать, госплана, который должен быть основан на народном потенциале. А что у нас есть-то? Какой у нас смысл делать это, и что у нас народа для этого нет, да? А если люди есть, это можно делать потенциально. А технологичные позволяют выявить, ну, на этапе рождения и детства уже примерный потенциал. Ну, я думаю, каждый человек рождается гением. Да? Да, можно сказать. Ну, вот так вот. Надо создать условия для того, чтобы человек мог развить свои способности. Конечно. А у человека с развитыми способностями формируются высшие потребности. Да. Потребность в служении. Именно так. И вот, если сказать, вот сейчас все равно тенденция подходит к этому, что мы это осознаем, и в государстве думе им приход осознания, и нам так, уважаемый президент, много об этом говорит. Но, я говорю всем, что должны быть люди, работающие на земле и реализующие то, что вы, товарищ президент, сказали. И это сегодня могут быть правосоюзы малого и среднего предпринимателя, сами предприниматели, да? Только надо договориться, что делать, как делать таких условий. Мы готовы быть вот тем боевым авангардом, да? Который формирует эффективное гражданское общество. Вот и все. Все очень просто. Мы-то готовы это делать. Да, мы всегда. Так что объявите призыв конкретный на эту функцию, как раньше строили, там, космос на море. Будем это делать, будем это делать, не вопрос. Ну вот там. Что-то пока не объявляют. Ну, придет время, все же придет. Ведь сейчас же меняется вектор мировой. Ведь сам же наш уважаемый президент сказал, что капитализм, уже эта модель, капитализм, себя и живая. Должна быть некая новая модель. Но даже надо сформироваться, как-то надо ее начинать делать. Должна иметь вектор. Ну, давайте вот это попробовать. Хотя бы в экспериментальном варианте. Хотя бы на каких-то вокальных... Пилотный проект. Хотя бы на каких-то вокальных территориях. Везде сразу нельзя. Хорошо. Нет, везде постепенно. Хорошо, Сергей Иванович. Я... В общем... Считайте меня своим, как бы, единоидейником. Ну, тогда я... Идеологически созвучно. Тогда очень, так сказать, позвольте выразить благодарность вам, что мы составили данный разговор. Возможно, полезный для людей, которые... Я надеюсь. ...которые нас слышат. И мы, как единение, открыты для этого. А мы идем в помыслах, в духе и в действиях. Поэтому мы сейчас, как бы, формируем нашу линию, что мы должны вот идти к справедливости, значит, да, вот, к солидарности, к созиданию того нашего духа. Если мы это делать не будем, люди, живущие сегодня, да, то да кто это будет за нас делать-то? То есть мы должны брать лопату и копать, делать конкретное дело, брать и изобретать что-то. Да, собственно, изобретать ничего не надо. Нет, ну, в принципе, у нас же есть в задении много чего. Просто нужно понять... Александр Невский, не в силе Бога, а в правде. Да, просто нужно понять, что, наконец, настал период в нашей ЦУН, надо этим заниматься. Мы не можем быть только торгующей структурой, нашими ресурсами. Мы прекрасно сделали с оборонкой, мы прекрасно сделали, так сказать, с этими другими отрасками. Теперь задача сделать прекрасно с малым и средним предпринимательством. Замечательная задача. Сергей Иванович, ну вот Александр Невский, наш замечательный момент, так сказать, да, наверное, все-таки он вошел в историю, так сказать, с этим вот, как бы, что ли, призывом, так сказать, с этим вот, лозунгом, так сказать, не в силе Бога, а в правде. Ну, это есть, конечно, Бог и Слава. Ну, а вот, ну, ваше какое, так сказать, что ли, обращение, так сказать, к народу, так сказать, что вы бы хотелось бы сказать? Ну, ваша жизнь не девизит. Ну, мы живем все, все вместе с вами живем в едином потоке жизни. Да. И охватываем определенный исторический этап. Да. И на этом этапе у нас это определенный, ну, стоят, нам вот все, так сказать, система стоят на определенные задачи. Поэтому я вот как человек, живущий, идущий по своей судьбе, реализующий свое предназначение, которое я осознал, не знаю, что будет за следующий поворот в моей жизни, да, но дорога селит идущий. И нужно идти, да, и победа будет за нами. В общем, делай, что должно, и будь, что будет. Да нет, просто будь, что будет, все равно ты должен реализовать. Но самое главное, что ты свой потенциал реализовал. Ты для этого сделал все необходимое, от тебя зависит от чьей е. Вот и все. Да. Замечательно. Ты замечательный, как бы, призыв, эфоризм, так сказать. Да, да, да. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, значит, наша встреча с председателем Общероссийского промсоюза единения, с Филатовым Сергеем Ивановичем заканчивается. Заканчивается. Ну, может быть, это наша не последняя встреча. Спасибо всем. В дальнейшем будем встречаться. Так что подписывайтесь на наш канал, будьте здоровы, живите богато и блог нам в помощь. Спасибо.